Арктика – месторождение новостей. По таким девизам в Салихарде прошел первый циркумполярный медиаконгресс. В числе участников более 200 журналистов из 8 стран – России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Канады и США. Всего более 200 телевизионщиков, блогеров и представителей печатных и интернет-СМИ. Подробности прямо сейчас. Экология Арктики, сохранение традиций и культуры коренных и малочисленных народов Севера и социально-экономическое сотрудничество. Три основных темы, которым посвятили деловую программу Конгресса. Доклад главы Ямала Дмитрия Артюхова об экологическом волонтерстве. В Ямальской Арктике добровольцы уже очистили два острова. В следующем году – третий. Причем за таким арктическим экстримом активисты из-за рубежа выстраиваются в очередь. Многие проводят здесь весь свой отпуск. Настолько ему нравится дух, который ребят объединяет. То дело, которое они делают вместе. И результаты, на самом деле, впечатляющие. В очень сложных условиях. У нас не всегда получается хорошо их вооружить современной техникой. Порой это обычный ручной труд. Но ребята за сезон убирают тысячи тонн металлолома. Убирают наследство советских времен. Современные процессы не оставляют таких следов. Яркий тому пример Сабета. В этом индустриальном поселке на берегу Северного Ледовитого океана расположен промышленный гигант – завод по сжижению природного газа. В рамках медиаконгресса делегатам удалось побывать на объектах Ямал-СПГ. Инновационный проект с чистого листа – лицо мирового сотрудничества в Арктике. И держит его здесь достойно. Об этом у себя на родине расскажет белорусский обозреватель Александр Бенько. Больше всего журналиста заинтересовал начальный этап современного производства. То, как он добывается, как он производится, то есть те самые первые шаги, которые делает газ после того, как он выходит из недр. Конечно, после этого очень сложно оставаться равнодушным. Под впечатлением от масштабов и технологии производства и швейцарский журналист Наталья Воронича. Реальность, сетует журналист, полностью расходится с тем, что подают даже авторитетные зарубежные телеканалы. Борьба за миллиардные арктические инвестиции часто жесткая. И только вот такими форумами можно дать ответ. Наталья его уже подготовила. Даже когда подлетаешься в огнях, это, конечно, очень большое впечатление. Это красиво, это экологически я заметила чисто, все очень проработано. В ходе дискуссии участники медиаконгресса пришли к выводу. Сегодня необходимо работать над законодательной базой. В планах узаконить механизм государственно-частного партнерства. Передовой ямальский опыт вполне посильно перевести в правовое русло. Но взять и в один миг изменить всю нефтегазовую сферу пока из области фантастики. Миссия Ямала – обогревать страну и мир, ответил глава региона на вопрос одного из зарубежных журналистов. Диверсификация, туризм, экологически чистая вода – потенциальные угрозы. Дискуссия длилась порядка двух часов. Что бы ужасного ни происходило сейчас в мировой политике, надо говорить друг с другом. И посмотрите на то, сколько здесь людей из разных стран собралось. Вот эти форумы, они не столько про пленарные заседания, это очень важно, ты обозначаешь повестку. А вот про то, что происходит вот на таком вот уровне, вот как мы с вами сейчас разговариваем. Общение именно в таком формате и в арктических широтах нужно продолжать. Когда и где, на эти вопросы организаторы первого медиаконгресса циркумполярных СМИ надеются ответить вместе с новыми друзьями и партнерами. Алина Волчейская, Галина Чечикова, Максим Терентьев, телеканал «Север», Салихард.